здравствуйте дорогие наши радиослушатели и зрители нашего youtube канала с вами народная волна чикаго самая популярная радио на среднем западе сша и передача политинформании и я ее ведущий геннадий прумер в нашей передаче мы говорим о политике и не только мы говорим с политиками журналистами политобозревателями артистами и писателями со всеми теми чье мнение и интересно и очень важно с нами сегодня политобозреватель российский журналист и автор ежедельной колонки дойче вели константин эгерт константин петрович вы с нами геннадий привет приветствую приветствую мы очень рады снова вас слышать на в эфире нашего радио давно давно вы не присутствие до ковида до ковида дело было до ковидное да почти 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 как до до христианская да до революции очень рад снова вас слышать и давайте мы начнем сразу о политике то что происходит сегодня 17 декабря до прошлого года как бы опять же до до было как бы все тихо в политике затишье такое и скажем так писательским языком из каждого окопа достал слышали звуки какие-то но вот 17 декабря россия выставила ультиматум западу сша и нато и это было достаточно жестко сказал бы скажем так русским языком наезд после этого начались вопросы с украиной значит как бы россия дала понять что она готова дала понять что она готова начать войну агрессию нападение не знаю можно как угодно против украины и запад сконцентрировался давайте поговорим константин петрович об этом что вы вообще думаете об ультиматуме о ответе запада россии и вообще вопрос украинский вот начало войны не начало блеф может быть это блеф такой политический хороший вопрос и на самом деле это на мой взгляд события есть метко и подозрение вы знаете что не первый раз общаемся и частной так сказать в эфире я жизни много денег не заработал но у меня такая привилегия наблюдаю вблизи так сказать российскую политику вот последний считаете 30 лет лишний и я бы сказал что это во многом мне начинает напоминать очень важный повторяю начинает напоминать я не говорю что это случилось очень важный поворотный момент всего по сути дела путинского управления объясню почему вот 17 декабря это был в общем-то уже этап в определенном движении которое началось в январе прошлого года движение началось том что тогда путина отправил группировку несколько десятков тысяч военнослужащих и тысячи единиц боевой техники как границ украины не столь масштабно как сейчас когда цифры уже сильно там зашкалили за 100 тысяч но несколько десятка тысяч там был 70 по моему говорили об этом и что случилось после после этого случилось что новый избранный президент соединенных штатов сказал знаете давайте встретимся поговорим устроим саммит и действительно встретились поговорили устроили саммит в середине июня в женеве чему это привело к тому что браться не оружием у границ украины угроза вторжения причем даже такая не очень сформулирована разморозила путинскую изоляцию которой он находился начиная с крыма и донбасса с четырнадцатого года и разморозил очень серьезно саммит с президентом соединенных штатов не такое то это было нечто иное чем было из трампа на мой взгляд это было приглашение очевидное приглашение к новому этапу взаимодействия ну не то что мы все забыли ну так сказать давайте пытаемся начать хотя бы с относительно чистого лица путин посчитал что его проверка нынешней американской администрации опять же говоря уличным языком на слабо сработал и слабый дед байден дед бидон как его называют российских соцсетях ну значит который сконцентрирован на китае он сказал ну ладно давайте сейчас владимир владимирович мы былое простим у нас другие приоритеты император си в пекине торговые войны тайвань и тогда то есть путин просчитывал это было прощупывание администрации с моей точки зрения прям это показалось очень удачным а более того сразу же тогда еще мерки с макроном побежали говорить о том же срочно тогда нужен как у американцев был саммит с путином нужен саммит с евросоюзом слава богу балтийские государства польши и румыния это дело сразу зарубили на корню но иначе был бы вообще так сказать праздник мюнхен 38 новом исполнении и путин это запомнил путин понял что с ним хотят говорить путин путину выгодно говорить с америкой то что же к америке выгодно быть путин на определенный набор тем стандартные еще советско-американские темы разоружение новые договоры в снв меры доверия понят но путин это прочитал так это слабые ребята с ними можно еще и покруче и поскольку вы хорошо знаете путин абсолютно повернут зафиксирован на украине статью я думаю его знаменитую на 5 тысяч слов прочитали все видео explainer на 40 минут последующий на следующий день тоже давайте посмотрели тем стало ясно что это для путина очень важно по целом ряд параметров можно потом об этом и наступает вот этот самый конец ноября когда снова стали стягивать войска а затем выступление путина заявлениями что вот дескать запад нас всю жизнь тут обманывает расширяет окружает нато окружает россию но посмотрите на карту какое-то окружение просто смешно и поэтому мы вот сейчас будем тут мы наконец стукнем кулаком по столу как вспомним никита сергеевич хрущева ботинком по трибуне и после этого выпускается вот этот самый проект договора гарантии безопасности россии который может назвать иначе российской проект договора о самороспуске на или о подчинении североатлантического альянса российской федерации и вот в этот момент мне кажется и я это не только мое мнение я много общаюсь с дипломатами с людьми которые могут не хотят говорить что-то там на публику но довольно много с государственными деятелями политиками и очень многие говорят вот это было слишком и это слишком понимаете как знаменитая шутка так сказать парафраз песни аллы пугачёвой старой фарш невозможно провернуть назад вот этот фарш невозможно провернуть назад это было воспринято как назовывающиеся именно дипломатическое хамство шантаж и угроз которые уже нельзя списать на то что там вот у путина путин там что-то нервничает путин хочет расширить выход из изоляции и мне кажется с этого момента кремль начал выпускать инициативу и он просчитался по нескольким правилам первое расчет был на расчет мне лично кажется понятен не то что я так сказать зигмунд фрейды читаю мысли путина но мне кажется это довольно ясно большая часть политологов людей намного более уважаемых так сказать чем я моих коллег согласны с тем что про счет расчет был простой а байден старый и уже разморозил так сказать путинскую изоляцию снял они заинтересованы там в этом своем белом доме значит китайцами а мы тут можем на этом деле поиграть в германии пришли дружественные социал-демократы во главе с таким левым канцером если вы посмотрите например ее взаимодействие с гдр в 80-е годы когда был он был лидером молодых социалистов германии фрг западной германии то тут вообще возникают вопросы где там какие досье могут лежать во франции разгар предвыборной кампании в которой два кандидата хорошо не скорее всего не выиграть но два кандидата марин ле пен и эрик зему говорят о том что они хотят вывести францию из нато из одностороннем порядке снять санкции с москвы в великобритании вроде бы так сказать проблемы более-менее решены но там все-таки серьезные вопросы бориса джонсона и все это на фоне корида казалось что вот сейчас можно поднять градус и потребует больше но все-таки путин на мой взгляд не рассчитал что ну он не самый сильный игрок если мы говорим о противостоянии североатлантическом альянсу и в этом смысле так сказать давайте вспомним кит сергеевич хрущев он же на самом деле как многие считают не стучал ботинком он его только вытряхивал и вот я думаю что тут вот был маленький перебор этот маленький перебор на мой взгляд имеет большие последствия а вы считаете вы считаете что путин теряет хватку связи с возрастом или с тем что он уж очень долго находится у власти как бы замылен глаз я не геронтолог чтобы так сказать обсуждать его здоровье и могу одно сказать очевидно что человек который живет в очевидной теперь уже для всех конечно изоляции все эти ковидные годы но достаточно смотреть его участие в пасхальном богослужении для одного вот буквально там совсем пардон не пасхальный рождец служения посмотрим какой будет пасхальный в апреле кстати значит церковь для одного ну довольно уже принятое понимание такое в москве что визит любого чиновника высокого уровня к нему это две недели карантина перед приезд ясно что он живет очень сильно в изолированной ситуации это влияет на любого человека повлияет что ему приносят в папочках так называемых мы тоже не знаем потому что вы понимаете это двор фактически при дворе всегда не только российских самодержцев рано или поздно когда самодержец как долго сидит на троне и возникает желание многих то сказать сообщить самодержцу то что им хочет слышать и в том числе из своих корыстных соображений не забывайте бюджеты звезды на погоны и прочие дела клановая борьба различных там спецслужб между собой все понимают что для путина очень важны его там историческое наследие как он будет там вписан на каких страницах в истории какими буквами это конечно влияет и мне кажется это впервые когда так видно стало всем настолько демонстративно теперь я что вот этот путинский гигантский опыт мировой политики его первым президентом был билл клинтон американским он дал большой сбой потому что судя мы посмотрим как в пятницу побывает в москве канцлер шольц но совершенно очевидно что президент макрон приехал не рассказывает путину как ему там сдадут украину пять часов переговоров это очень серьезные переговоры ясно что макрон на них выложился и он явно не предлагал позвонить зеленскому и сказать ему что он выметался с банковской улице киеве значит выполнял ультиматумы кремля то что путин принимает французское желание ну французского мейнстрима политического проводить заметно независимую самостоятельную в чем-то изобретательную политику на мировой арене с желанием любой ценой насолить соединенным штатам и поругаться с ними это большая ошибка это серьезный просчет стратегические в оценке ситуации и я думаю что я не могу исключить сейчас ничего я не военный специалист я не вижу сейчас спутниковых данных я в армии служил три с под офицером почти до капитана дослужился но это не мой уровень анализировать спутниковые данные и а вот этот массив данных ну наверное путин может вторгнуться в украину но ясно что это уже не та украина которая была в четырнадцатом или пятнадцатом году если кто-то ему рассказывает что она та же самая то как сказали при блаженной памяти вредитель но я не думаю что мы докладываем вторжение будет стоить ему в моральном и имиджевом плане чудовищный цены он окажется на чита больше изоляции чем был до того значительная часть путин ферштейров должна будет заткнуться на довольно долгое время на вечер не заткнуться но надолго а понимаете имидж танков штурмующих даже чернигов это не за штатный лавайс четырнадцатом пятнадцатом и учитывая тоже за это время соцсети шагнули это будут жесточайшие санкции это это будет очень серьезно помимо того что украинская армия будет сражаться помимо того что это будут десятки тысяч жертв ну минимум 1000 жертв среди российских военнослужащих обнимается российское общество которое индифферентное которому на все типа наплевать она же любит свои войны какими быстрыми победоносными и бескромно а когда начнет так лететь груз 200 темпами афганской войны а то и быстрее тут многим это может не понравится и я поэтому не думаю что шансы вторжения очень велик путин может пойти на какие-то действия вот так называемых этих республиках лнр днр фактически российских протекторов например ну внезапно скажем сформулируем осторожно внезапно в донецке взорвется детский сад это будут конечно украинские диверсанты и москва скажет мы должны защитить наших сограждан там у всех российские паспорта и де-факто легализовать свое военное присутствие а потом сказать давайте вот дорогая найдите нам нейтрального нейтрального посредника вот например канцлер меркель ушла вот я сейчас делать нечего пусть она попосредничает полетит в киев и скажут зеленскому что он прекратил своих диверсантов отозвал прекратил убивать так сказать простых русских детей мы требуем минска 3 которым будет написано 5 первых пунктов выполняет строго киев антар алиссори тусы но это теперь уже тоже не брак так сказать вот ну фарш невозможно провернуть назад и зеленский скажет мы вас очень уважаем госпожа меркель но до свидания и поэтому мне кажется сейчас начнутся какие-то игры вокруг отвода российских войск который будет представлен как вы видите мы заставили запад с нами говорить как будто он до этого мы отведем что-то но из белоруссии вот явно сказано убери ребят из белоруссии потом о чем-то поговорим если я долго долгий год работал дипломатическим корреспондентом освещал работу мир вот я вижу например как тема вот этих разговоров с америки про гарантии безопасности сначала они говорил так только путин с лавровым и замминистра рябков теперь это спустили на уровень директора департамента какой-то вчера там высказался что-то на тему что это по-прежнему очень важно но вы же понимаете в любой бюрократии важно не только что говорят на и кто говорит если теперь это обсуждает директор департамента означает это уже такая техническая проблема будем тут будем говорить мне кажется отползают но с гордо поднятый глава константин петрович вот здесь недавно взорвалась наверно бомба такая информационная не меньше того что о чем мы говорили это манифест отставных генералов офицеров с их лидером леонидом ивашовым заявление вообще-то достаточно серьезное и ивашов не какой-то либеральный там маргинал на которого можно списать все беды это достаточно серьезный человек возглавлял секретариат министра обороны устинова до восемьдесят второго года генерал-полковник что вы думаете вот именно о том что произошло вот опубликован его манифест и он давал сегодня интервью эхо москвы достаточно жесткое и серьезное смотрите я буду буду очень осторожного оценка не потому что ивашов не искали вашего много странных взглядов скажем осторожно я думаю что человек который глубоко верит все на мацонский заговор протоколы семских мудрецов там я не знаю зеленых человечков за нло но одновременно конечно ну это человек который был взглавлял какое-то время как раз второй половине 90 начале двухтысячных грубо говоря всю не все внешние связи российских вооруженных сил он человек национально патриотических таких мне кажется монархических убеждений многие считают называть черносотинами он очевидно отражает взгляды на какой-то части военных я думаю в основном все же действительно отставных и пожилых которые считают путина слишком может быть прозапад ну капиталист миллиардер развел вокруг всяких абрамовичей там с усмановыми значит какая-то вот нехорошая такая история понимаете с точки зрения этих людей но с другой стороны конечно не понимают я довольно реально понимают ну что российская армия и российский режим может себе позволить что не может ясно что противостояние с нато закончится не здорово даже если нато не будет воевать не будет за украину но скажем так суммарная мощь стран запада такова что при желании они могут создать очень большие проблемы и более того я думаю этих людей есть опасения что у этих немногих людей которые я не думаю что имеют большое влияние на политику и на армию не думаю я думаю что это ну по сути небольшая группа людей собственно говоря это и вошел и какая-то может быть немногие люди с которыми бани ходит или выпивает но тоже довольно пожилой человек тоже нельзя забывать но эти люди все равно понимают это противостояние особенностью период горячую фану продемонстрирует всему миру реальный потенциал российских вооруженных сил не в бомбежках алеппо не в захвате шахтерских городков которые обороняли так сказать какие-то там полуоборванные люди которых так сказать янукович называл армии которых просто обворовали все да это не там грузинская армия которая ну просто маленькая которые обрушились как лавина а это восемь лет люди воюют я думаю что многие боже мой это что тут будет вообще ну это же боевые офицеры ну реально служившие люди понимаешь поэтому я бы не делал из этого вывода что это какой-то там офицерский бунт против путина пусть даже отставников это все там не союз ветеранов афганистана например это ну маленькая контора которую это и вашов по сути дела вот мы кого он назовет своим соратник но это важно наверное в том смысле что и вашов это несомненно тот самый военный профессионал которым ну по идее путин как верховный главный командующий должен прислушиваться ну генерал полковником он стал ну хорошо предположим сказать он паркетный генерал окей но у него все равно опыт понимания того как бюрократических хотя бы работали бюрократии большой и международный опыт не маленький у него есть свои убеждения какие-то но вот мне кажется это сигнал это он сам по себе не будет влиять ни на что но это сигнал о том как могут мысли пойти а мысли это могут пойти далеко не только и вашова но и у каких-то людей которые занимают позиции на которых принимаются реальные решения и еще одна вещь я вижу что здесь за этот вопрос очень важно если мы заговорили военной бюрократии просто как бывший военнослужащий вам скажу одну вещь вот путин два раза за год как верховный главнокомандующий вооруженных сил российской федерации гонял десятки насколько я понимаю сотни военнослужащих задействованы то точно сотни потому что вы ездите за байкальского военного округа вот кто-то же грузит все эти эшелоны отправляет то есть это сотни тысяч людей ну то есть может задействованы в этой операции с меньше чем за год два раза ну за ради чего ради нескольких переговоров под камерой двух телевидеозвонков с байденом но и они бы и так могли их получить без всяких проблем а генералы которые подчиняются путин это же то что по-английски называется его конституции особенно важная в недемократической стране спецслужбисты там миллиардеры разные уровни бюрократии региональные элиты и военные вот военный должен понимать зачем отдают приказ хорошо первый раз пощекотали нервы бах нас разморозили вот путину надо показать что он что-то чего-то добился если он это не покажет не будет восстание декабристов никто не выведет танки на красную площадь но как старого детском анекдоте осадочка константин петрович мы прервемся на этом слове и уйдем на рекламу оставайтесь с нами и так дамы и господа мы возвращаемся в эфир передачи политинформания и с нами на линии российский журналист публицист политобозреватель автор еженедельной колонки дойче вели константин эгерт константин петрович вы с нами приветствую еще раз константин петрович давайте поговорим немножко о германии вы человек близкий к этой стране в ней в политике и разбираетесь кто как не вы сможете нам описать нового канцлера германии более подробно нового лидера оппозиции хдс фриды коммерса это было бы интересно и в догонку потому что времени так много хотел бы обсудить с вами вопрос дойче вели и противостояние сорти вот этот вот то что было бы интересно обо всем этом поговорить давайте начнем сова шульца нового канцлера германии геннадий давайте я сразу вам скажу я не штатный сотрудник дойче вели но тем не менее и это тем более может в данной ситуации важно от имени дойче вели говорят только два человека наш генеральный директор это лимбург и представитель по прессе директор коммуникации дойче вели кристоф румпель поэтому я предпочту сохранить свою верность контракту и не обсуждать эту тему тем более что этот эта история по моему скажу осторожно свое личное мнение она будет совершенно очевидно и будем надеяться что каким-то образом этот вопрос разрешится я только могу одно сказать выражаю полную солидарность своим коллегам которым пришлось за 12 часов сворачивать офис и 12 часов на сворачивание бюро довольно большого кстати физическое довольно большое в центре москвы недалеко от метро белорусская и я надеюсь все будет хорошо давайте вот так на этом хорошо светим больше внимания германии каким-то другим может быть еще тему что касается германии понимаете хорошо чтобы затронуть эту тему геннадий потому что на самом деле вот путин он немножечко наверное он думал на этом поиграть но фактически он поставил перед западным альянсом я не имею ввиду на то только но перед сообществом трансатлантического он поставил те вопросы которые очень долго пытались ну как-то знаете замести этот мусор под ковер не говорит не выносить ссоры за сбыт и это вопрос который касается конечно же политики берлина в отношении авторитарных режимов авторитарных режимов вообще и россии в частности речь идет также и у китай и в этом смысле с нынешнее правительство германии она не однородно но во главе ставится социал-демократ социал-демократическая партия германии традиционно с послевоенных времен с приходу к власти в конце 60-х первого социал-демократического канцлера или бренда ориентируется значит на такой лозунг который был в свое время в 70-80 годы годы вандель дюхандель изменение через торговлю смысл такой надо постоянно поддерживать бизнес связи торговые связи человеческие связи мы это должны россии потому что мы агрессор в второй мировой войне были убили кучу там русских людей ну не будем забывать что так убивали белорусов и украинцев и кстати если уж говорить о масштабах холокоста то это прежде всего конечно украина беларусь и в общем не закрывать дверь в этом смысле скажем социал-демократы они всегда были впереди и вилле бранд которого и гельмут шмидт который за ним последовал конечно канцлер геркард шрёдер который просто превратился в ну де-факто российского бюрократа сидя так руководя проектом нордстрим сидя на борде так сказать роснефти и вон сейчас газпроме будет сидеть ну это понятно просто уже человек полностью поглощенный российской системы у этой системе у этой политики есть определенная определенные истоки и касаются они не только социал-демократов очень многие говорят о комплексе вины за войну да он есть социал-демократов несколько больше скажем крестьянские демократы то есть традиционные правоцентристы самого меньше зеленых и свободных демократов он есть но это относительно новой партии но они возникли не они не исторически скажем так они возникли в сильно после войны и зеленый вообще если я не ошибаюсь в районе конца 70 поэтому там это немножечко менее представлены это партии были молодые вообще так по составу но есть вот это общее немецкое понимание немецкого политического класса мы виноваты за войну поэтому мы вот должны каким-то образом это все время компенсировать второе это мы не признаем силу военные силы устарела вот мы немцы два раза начинали мировые войны мы знаем военные силы устарела надо все решать дипломатией мирно спокойно вот терпеливо вести разговор номер три бизнес связи всегда очень важны потому что возвращаемся к пункту пункту вандель дюхандель изменение через торгов вот будут торговать это обмены не закрываем двери рано или поздно они таскады лси дилайт да еще один важный о котором никогда да и естественно что это значит интересы немецкого бизнеса очень важно поэтому есть надо всегда говорить вот значит volkswagen будет говорить с китайским правительством несмотря на и сохранить там производство несмотря на концлагеря для а вот не важно что делает путин в крыму а зименс будет поставлять турбины где будет делать вид что не знаешь и тюрбины пойдут в крым они там под сочек мы вы извините мы не знаю как в анекдоте про слепого и один важный момент о котором не очень это существующий в германии антимериканизм который существует абсолютно во всех сегментах политического поля по разному ясно что на крайних правом крайне правый крайне левый так сказать ну фланги его больше но он есть везде это недоверие к соединенным штатам это желание особенно после воссоединения проводить более отстраненную с рулем так от соединенных штатов политику причем отстраненную немножко выморочно французы тоже хотят проводить независимую политику но есть для этого серьезное основание у них боеспособная армия абсолютно независимая энергетика основывающаяся на ядра на атомных электростанций и так называемый форста флот ядерные силы и кстати флот фантастический после американского и британского это третий так называют блин 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 мировой могут проецировать свое влияние где угодно у немцев этого не и анти-америкинг тем не менее он восходит в разных политических силах к разу например если мы берем часть права и части аристократии с которой я ну там силу определенных так сказать частных причин неплохо знаком это участие аристократов которые неформально влиятельны германия страна статусная иерархическая оба он фон что-то это всегда что-то значит и это восходит к первой мировой войне это восходит генералу першингу его так сказать морским пехотинцам которые высадились во франции в семнадцатом году и сломали хребет кайзеровской армии и австрийским союзом и таким образом положили начало конца германской империи потери привилегий аристократии и коллапсу монархического порядка в германии более того некоторых это вообще восходит к биспарку который как известно был большим сторонником союза между тогдашними главными авторитарии европы россии и германии с пристегнутой арте у левых есть тоже партии левые деленьки это просто наследники социалистической единой партии германии это понятно ну как у нас отобрали страну нато шмата обжима то так сказать империализм но тут у зеленых которые столет часть коалиции тоже как кто такая америка америка это милитаризм это всякие рода всякого рода атомные штуки которые вот мы не хотим потому что вот этот ядерный пацифизм германия очень сильно то есть ну и а у крайне прав который тоже ну что такое америка ну все захватили евреи везде лезут стимулируют миграцию значит всяких мусульман там гладят по головке а левые наоборот говорит не гладь по головке а убивают несчастных мусульман понимаете куда не пойдешь куда не кинь никуда крестьянину податься некуда везде вот есть какие-то претензии к своему шансу об этом очень не модно говорить на форумах модуль мы трансатлантические союзники бла-бла-бла-бла-бла-бла ну а потом выпишу пару стаканов так сказать в кулуарах на на ужине конференции вдруг такие начинают вырастать теперь люди которые вот собой сидели здесь так сказать на на панельной дискуссии такие вырастают вдруг интересные идеологии мы что ты думаешь боже мой как интересно и константин петрович а у нас к сожалению не так много времени а это странная смесь национализма вымоченного пацифизма которые очень удачно прикрывают бизнес интерес и это к сожалению не пройдет скоро с этим надо работать и кстати по-своему байден стал на это обращать внимание не всегда правильно но хотя бы оценил эту проблему но это надолго и что мы теперь знаем мы теперь знаем что германия это самое слабое звено североатлантического альянса слабее даже орбановской венгрии в каком смысле тоже значение больше и с этим жить с этим работать но с другой стороны это последнее что скажу при то как активно выступил в этой ситуации центральная европа страны бал и великобритания показала соединенным штатам что во первых эти союзники твердые во вторых это заставило других подтягиваться даже далекие оливковые испанцы которые до сих пор думают что в социалисты которые там все отправились до сих пор думают что в кремле сидит и оси фиссарион сталин который целует испанских там республиканских детей привезем все эти мифы там еще существуют прекрасным образом но даже они отправляют военные корабли в черноморское в черное море франция отправляет самолеты в румынии нидерланды дани оказывают очень активно выступают за усиление нату на восточном плане германия оказалась в одиночестве вален и это будет влиять на внутреннюю ситуацию пока что мы не видим вы спросили они прошли цепран мерцам он пока звучит как бизнесмен он и был бизнесмен они как политик посмотрим может быть они поймают этот шанс как возможность давить наш а буквально вчера вышла ваша статья ваш блог на эхо москвы я процитирую называется здесь здесь не чикаго моя дорогая меня я близко меня это даже удивило в преддверии нашего разговора с вами давайте поговорим пару слов о кадырове и его влияние на российское общество и политическое общество почему он так независим как вы считаете кадыров о котором статья это она на самом деле оригинально опубликована портале снова точка ру просто их и москвы не договоренность основа не перепечатают эту колонку за что им большое спасибо ну это понятно почему рамзану кадыру почему называется здесь не чикаго моя моя дорогая заголовок чему рамзану кадыру позволено практически все почти все потому что россия проиграла вторую чеченскую войну об этом не принято говорить точно так же как не принято говорить в германии об антиамериканизм и существующим обществе но россия проиграла вторую чеченскую войну выход из нее был найден через де-факто кооптацию одного из чеченских одной из чеченских семей в российскую политическую элиту и передачи и через передачу ей чеченской республики как субъекта российской операции абсолютно полный практически феодальный контроль более того это контроль который оплачивается из москвы то есть фактически сформулирую так ману москва платит контрибуцию чечни по разным данным от 85 до 95 процентов бюджета чечни формируется прямыми федеральными трансфер как как из федерального казначейства финансировался бы штат или нос на 95 процентов понимаете и фактически этот порядок ввел в родимир путин для того чтобы он мог говорить я кончил я закончил войну я умиротворил кавказ это фальшивое умиротворение как я вот писал в колонке как только путин уйдет и будут свободные выборы в парламент в этом парламенте на первом заседании станет там депутат от воронежа неважно хабаровска или там представитель там тувы и скажем вот скажите пожалуйста а почему республика тува или воронежский обувь не может получать тоже 95 процентов бабок из федерального бюджета ну почему чечне морд мы вот тут пашем так сказать в поте лица на этот вопрос придется давать ответ уже не путину а кому-то другому и это будет очень тяжелый вопрос я более того скажу я считаю что во внутреннем плане чеченская очень проблема северного кавказа это главное главное самое тяжелое наследие который путин оставит кто бы не пришел за ним особенно если будет новое что-то новое какая-то какие-то новые люди им придется что-то делать с этим шейхством которые там существуют и я не уверен что у них что-то получится сформулирую так я не готов я не спецпоситом кавказу не готов давать советы то что это мина под будущую россию константин петрович давайте я задам вам вопрос два еще вопроса хотелось бы с вами обсудить одиночество путина в китае все видели эту картинку что вы думаете по поводу его визита на открытие олимпийских игр и друг наш как заметил мой брат и белорусский чикатило александр лукашенко вот по две минуты пожалуйста на этих двух два этих вопроса ну очень просто путин на мой взгляд ему некому прислониться сегодня 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 кстати нынешний кризис показал у путина нет союзник китай не союзник путин ведет россию по пути превращения фактического уже превращения в младшего партнера китайской империи при наличии общей границы 4000 километров и диспаритета в населении 20 небольшим миллионов по эту сторону границы более 90 по китайскую сторону самый бедный провинции китая у него ничего не остается потому что это союз двух авторитарных режимов против америки не будем все понятно не про какой не про партнерство взаимовыгодное сотрудничество даже не про кредиты и даже не про газ это противостояние америки которая угрожает этим авторитарным режимом то что путин постоянно уже который раз фотографирует одного но я бы сказал это означает еще одна вещь его пиар-служба и снимает на церковной службе его пиар-служба не понимает что лучше вообще ничего не показывать чем показывает такое значит никому подойти сказать проделали знаешь это ошибка так делать не надо не осталось таких людей вокруг только есть мы не смена это очень плохо выглядит это соответствует названию книжки политолога дмитрия тренина одинокая держава одинокий путин даже если это не так образ именно такой ну а куда это так союзников нет лукашенко ну лукашенко сегодня заложник путина значительно большей степени чем был даже год назад и он пытается сохранить знаете как он пытается сохранить относительно независимости быть полезным там потому что он понимает тот момент когда он перестанет быть полезным он очень сильно рискует выпить того же чайку который выпил покойный александр литвиненко в лондоне в 2006 году и я думаю что это для него борьба за жизнь он абсолютно одинок и ну тотально экономически зависим путину будет делать то что путин его попросит но неохотно с большим трудом он пообещал поехать в крым посмотрим поедет крым демонстрировать что он признает аннексию это будет лакмусовая бумажка путина от него надо две вещи официальное согласие на размещение военных баз но теперь это вопрос потому что запад можно сказать хорошо тогда в подвижность где-нибудь в швенчонесе город городок на белорусской границе будет стоять такая база где будут такие танки абрам что вам и не с ним а второе чего путин хочет он хочет чтобы беларусь перешла на российский рубль и тогда все вопросы будут решать просто раз в москве и того и другого я думаю лукашенко боится на базы больше шансов что дожмут чем на константин петрович два года назад мы с вами говорили о предвыборной кампании на тот момент вы и мы были уверены в том что дональд трамп переизберется на второй срок что это будет достаточно несложно но все пошло по другому сценарию в начале 21 года в белый дом заселился джозеф байден что вы думаете о нем и о его политике это уже в конце передачи пожалуйста ну коротко я так сказал прошлом году я чувствую просто чудовищное разочарование этой политики и ну точно на направлении российском вот эти все так сказать вальс из германии и так далее мне кажется что парадоксальным образом потребуется путин с его дипломатическим хамством чтобы наконец видимо там в администрации прекратились вот эти споры между там салливаном и берсом с одной стороны блинкеном с другой вот все что мы читаем в так сказать вот в коллективном нью-йорк тайм с коллективом волк стрит джернл что вы искали нет но так с нами нельзя вот мне кажется этот момент какой-то там был что будет дальше мы посмотрим совершенно очевидно ну я не спец по американской политики хотя интересуюсь ее очень сильно и читаю все что можно в промежутке от national review до the new republic не удивляйтесь значит мне кажется что байден не конечно не 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 решил вопрос объединения страны и залечивание ран я думаю что во внутренней политике очень похоже что левая крыло демократической партии очень сильно держит его запал ты не пускает какие-то меняемые вещи делал даже если захотел думаю что будет очень драматическая кампания в осень 22 года думаю что республиканцы возьмут конгресс и вот тогда мы кстати посмотрим что будет том числе из путина я надеюсь что республиканская партия не скрою я симпатизирую будет представлена интересным перспективным кандидатом лично мне кажется что если бы трамп не шел с лозунгом я отомщу было бы нормально но человек который идет только мстить он не сможет осуществлять необходимую позитивную повестку она нужна как я понимаю и в экономике и в борьбе с нелегальной миграции во многих других в противостоянии китают который никто не отменял и не отменится ни байденом не республиканским я надеюсь что будет интересный впечатляющий опытный прекрасный перспективный республиканский кандидат который просто как бульдори сметет а кого-то вы видите из республиканцев хотя бы так интересно что серьезные государственные деятели видны на горизонте которые могут играть разные роли в администрации ну на сегодняшний день очень серьезно виллерон де сантис на мой взгляд и это очень по моему серьезный серьезный человек который вдома очень важно опытный но способен развиваться и два срока может просидеть легко очень важно что демонстрирует что ну условно говоря не воспы да а вот там ладинус это перспективная очень аудитория для республиканской партии мне кажется что успехи трампа с афроамериканцами он тоже может подхватить и конечно это здорово ну так сказать штат которому что представлены католики там по сказать где прекрасные отношения межрелигиозные у разных общин хорошая экономика ну что тут говорить правильный подход к вещам связанным с ну там правам с правами людей к религиозной свободе правильному мне он очень кажется перспективным человеком хотя есть и другие я думаю что и люди из администрации трампа вполне могли бы сыграть еще какие-то роли ну тот же госсекретарь помпео которую я кстати что я очень серьезным политиком посмотрим я думаю что у республиканцев сенатор коттон очень перспективный человек с моей точки зрения как бывшему армейцу приятно на него смотреть вот и ну и так сказать там круз рубио тоже помни сдали позиции ну и интересные кандидаты все серьезные кстати путин ферштейров среди них нет очень приятно на этой на этой прекрасной ноте мы закончим наше сегодня наш сегодняшний разговор константин петрович большое спасибо что вы в это позднее время согласились с нами беседовать побеседовать и большой привет люблю чикаго очень так сказать всем большой спасибо всего вам самого лучшего берегите себя и вашу семью до свидания спасибо и вам все хорошо